В американском городе Линден задержан мужчина, которого подозревают в организации взрывов на Манхэттене и в штате Нью-Джерси, где на вокзале сегодня сработало взрывное устройство, как раз тот момент, когда им занимались саперы. Первые результаты расследования не исключают, что в районе Нью-Йорка действует хорошо организованная ячейка экстремистов. Наш собственный корреспондент в Америке Жанна Агалакова собирает всю известную к этому часу информацию, и, похоже, место и время для атак террористы выбрали не случайно. Еще несколько часов назад этот человек был одним из самых разыскиваемых в Соединенных Штатах. Его считают непосредственным участником серии терактов, которые потрясли в минувшие выходные Нью-Йорк и окрестности. 28-летний Ахмад Хан Рахими выходит из Афганистана, гражданин США. Это его зафиксировали камеры наружного наблюдения в субботу, незадолго до взрывов. Сегодня утром ФБР объявил его в розыск. Рахами случайно опознали прохожие. Он попытался отстреливаться, ранив двух полицейских, но был задержан. Дома у Ахмада Хана Рахими в городе Элизабет, штат Нью-Джерси, это недалеко от Нью-Йорка, идет обыск. Его квартира находится прямо над закусочной, которой он владел вместе со своим отцом. Местные жители в шоке утверждают, что семья Рахими ничем не отличалась от других. Он всегда был таким любезным, иногда давал нам жареную курицу бесплатно, как постоянным клиентом. Это кадры с камеры наружного наблюдения. В субботу вечером в модном районе Челси на Манхэттене произошел взрыв. 29 человек получили ранения, один тяжелый. Это случилось через несколько часов после другого взрыва в одном из парков Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка. Только по случайности там никто не пострадал. Позже, на Манхэттене, в нескольких кварталах от взрыва обнаружили еще одну самодельную бомбу. Она была сделана из скороварки. Точно так же мастерили свои бомбы братья Царнаевы, взорвавшие в 2013-м марафон в Бостоне. Тогда погибли трое, сотни человек были ранены. А в воскресенье в городе Элизабет, штат Нью-Джерси, на железнодорожной станции нашли еще несколько самодельных взрывных устройств. Два человека рылись в мусорном баке, нашли сумку, решили, что в ней может быть что-то ценное для них. Отошли в арку, заглянули внутрь и увидели провода и трубки. Бросили все и побежали в полицию. Полиция цепила район, чтобы обезвредить находку. Но саперы ошиблись. Бомба не должна была взорваться. Следователям было важно сохранить ее как улику. В сумке были обнаружены еще четыре самодельных взрывных устройства. Они не сработали. Есть общие у всех этих устройств. Бомбы, которые использовались в Элизабет и Нью-Йорке, отличаются, но у них есть одинаковые элементы. И технологии изготовления похожи. Мы полагаем, что за этим стоит один и тот же человек или группа людей. Полагают, что задержанный Ахмат Хан Рахими имеет непосредственное отношение к взрывам. Известно также, что ФБР задержало пять человек, которые тоже причастны к случившемуся. Но информации на этот счет мало. Полиция расследует также нападение в субботу в Миннесоте. Там человек набросился с ножом на посетителей торгового центра. Девять человек пострадали. Сам нападавший был застрелен полицией. Им оказался 22-летний выходец из Йемена. Террористическая группировка «Исламское государство», запрещенное в России, взяла на себя ответственность за случившееся. Все это становится темой номер один. На предстоящих в ноябре выборах кандидаты в президенты комментируют ситуацию. Под руководством Обама и Клинтон американцы испытали больше нападений дома, чем побед за границей. Время менять сценарий. Мы знаем, что риторика Дональда Трампа используется террористами, в том числе ИГИЛ. Таким образом, он помогает создать впечатление, будто идет война против ислама. Время и место терактов наверняка были выбраны не случайно. Завтра в Нью-Йорке открывается сессия Генеральной Ассамблеи ООН с участием десятков глав государств и правительств, в том числе и Обамы. Спустя неделю после 15-й годовщины 11 сентября, трагедии, в которой погибли почти 3000 человек, Нью-Йорк снова подвергается террористической атаке. Жанна Агалакова, Дмитрий Малышев, Борис Леонов. Первый канал. Нью-Йорк.